Глава 23. Разбор полетов. Посол, инцитат, весь остаток ночи и предрассветную пору, демонстрировал профессиональную выдержку. Вместо того, чтобы носиться по первому этажу посольства, он сидел за столом, устаившись в одну точку, и оживая лишь, чтобы отпить заваренного, по его правилам, чаю, либо задать очередной вопрос. «Что за безалаберные кретины следят за порядком в этом городе?» Инцитат сделал паузу, вспоминая. «Флойк и Ферриер. Военные и административные руководители Центрального региона, как-никак. Ну да, они не безалаберные кретины. Но ответственности с них это не снимает. Ничто им не мешало изловить и изничтожить свободный полет, вместо того, чтобы подбрасывать нитпику, статейки типа «Повзрослеют и образумятся». Ох!» Посол рассерженно хлопнул крыльями. Так, что даже приподнялся над креслом. Редфилд наблюдал за начальником поверх обложки событийной книги за 1013 год. Поскольку на визите принцессы впору было ставить жирный несмываемый крест, секретарь на благо общего дела и для успокоения собственных нервов принялся ломать шифр Геира, начав с последних по времени записей. «Вот точно говорю. С минуты на минуту придет сообщение от принцессы Селестии с вопросом «Какого сена вчера произошло?» «Я даже не удивлюсь, если будет именно такая формулировка. А мне нечего по существу ответить. Ничего определенного». Инцитат театрально воздел копыта к потолку. «Первый раз я в такой ситуации». «Мы можем сообщить, что себя проявила банда свободный полет», ответил Редфилд. «Камень с запиской доказательством единорог отдал грифонам-солдатам сразу же, как увидел воителей в толпе. Хотел отдать лично командующему Ферриеру, но тот пребывал не в лучшем состоянии, ибо растерянно смотрел то на пожар, то на собравшуюся толпу зевак и безуспешно пытался найти какого-то взводного». Инцитат повернул голову в сторону секретаря. «Удивляюсь я твоему спокойствию». «А чего волноваться?» – пожал плечами Редфилд. «Когда я секретарем в Стейлбридже работал, повидал потоп, кристаллизацию всего персонала, нашествие чейнджлингов, взрыв мощной магической установки. Меня обманом заставили верить, что моя жена и сын мертвы. Как-то после всего этого теряешь склонность к панике». Пегас хмыкнул. «У нас очень мало информации по свободному полету», – рассуждал посол, ёрзая в кресле. «Я как-то не особо горел желанием лезть к грифонам, которые пони люто ненавидят. Надо наверстывать. Но опять же, с безопасного расстояния». «Так». Он подтянул к себе лист бумаги и придвинул чернильный прибор. «Я тебя сейчас отправлю в редакцию Нитпика. Напишу информационное сообщение от Селестии, так сказать, точку зрения эквестрийской стороны. Пусть Нитпик выпустит во всех газетах. Он вряд ли откажется, но уж постарайся говорить с ним убедительно». «Вы и напишите», – уточнил Редфилд. «Разве точку зрения принцесса Селестии не должна сформулировать «принцесса Селестия»?» «Хм, как будто и делать больше нечего», – усмехнулся инцитат, берясь за перо. «Нет, в таких вещах она мне доверяет. А я стараюсь сочинять близко к ее письменному стилю. Так вот, ты отдашь Нитпику послание. Обязательно стребуй с него обещание, что он ни буквы в нем не поменяет, потому что этот хмырь может выбросить половину фраз, поменяв весь смысл. Пусть поклянется, что пустит печать все дословно. Значит, пока ты с ним это дело обсуждаешь, посол потряс в воздухе пером, чтобы стряхнуть лишние чернила. Выясни, что ему есть сказать про свободный полет. Он давно собирает материалы по этой теме. Сдается мне, что в печать до сих пор они пошли не все». Прежде чем задать вопрос, Эртфитт подождал, пока посол напишет пару строчек и вернет перо в чернильницу. «А ваши планы на сегодня какие? Где я вас смогу найти после встречи с Нитпиком?» «Ты встреться с ним сперва», – не поднимая головы, ответил инцитат. «После вчерашних событий он может даже в редакции не объявиться. Будет летать от Грифона к Грифону. Я, если что, буду во дворце, где заседает Верховный Совет. Он сегодня собирается на экстренное заседание. Без эквестрийского представителя никак. Заодно попробую выяснить что-нибудь про свободные полеты градоначальников. Хотя чувствую, Флоуэк меня за дверь выставит. А Ферриер очень далек от этих дел. Что нужно? Последняя фраза предназначалась охраннику посольства, чьи накопытники на пороге кабинета инцитат мог видеть даже глядя в стол. «Письмо от принцессы Селестии», – доложил Пегас в доспехах. Редфилд телекинезом перенес конверт через комнату. Послу даже не потребовалось подниматься из-за стола. «Еще чаю», – распорядился инцитат, распечатывая конверт. Редфилд тихо вздохнул, отложил свои занятия и пошел на кухню. На разбор письма послу понадобилось совсем немного времени. Чашка с блюдцем еще не успели опуститься на столешницу, как Пегас вернул лист бумаги в конверт и позволил себе короткую и усталую усмешку. А за исключением слова на букву «С» – содержание в точности, как я и предсказал. После разгрома поместья Гардиана, бессонная ночь выдалась не только у работников посольства. В подвалах под казармами городской стражи вице-командующий Флоуэк держал пойманного налетчика в бодрствующем и подвешенном состоянии. В прямом смысле. Узнику связали вместе четыре лапы и прицепили веревку на крюк. Раны на крыле молодому Грифону бегло обработали, но больше никаких привилегий юнец по имени Рекрит не дождался. «Итак, поговорим о свободном полете», – предложил вице-командующий, удостоивший визитом подстреленную добычу. «Ничего не знаю! Отпустите меня!» – покачнулся подвешенный спиной вниз Рекрит. Флоуэк, стараясь находиться в поле зрения Грифона, взял прислоненный к стенке складной столик, отогнул ножки и поставил перед собой. Потом постучал в дверь. Согласно отданному ранее приказу, солдаты принесли пару наполненных едой тарелок и графин с кубком. «Вот скоты! Меня без ужина оставили!» – пояснил вице-командующий, краем глаза наблюдая, как облизывается Рекрит. «Так что я позавтракаю прямо на работе!» «А ты повиси пока! Подумай над своим поведением!» Взяв двузубую вилку и столовый ножик, Флоуэк надрезал свежий недавно купленный зерновой пирог, аромат которого чувствовали даже солдаты за дверью. Пленник, которого согласно другому приказу не кормили, с момента выдворения в камеру, во все глаза смотрел на столик и тарелки, но пока что молчал. «Я тут недавно в газетенке рассказывал про ваш свободный полет», – прервал молчание вице-командующий. В промежутках между фразами он старался нарочито громко чавкать, а каждую новую порцию уплетать с довольным мычанием. «Пытался народ успокоить. Мол, вы не очень опасные, ерундой просто страдаете, что вы еще не нашли все ее призвание, но похоже, что теперь нашли. Ваше призвание все подряд разрушать!» Флоуэк отставил в сторону наполовину съеденный пирог и придвинул тарелку с рыбным салатом. Запах сырой рыбы тоже являлся одним из инструментов воздействия, но и нет спродолжал упорствовать, слушая бурчание своего желудка. «Ну так я тебя обрадую, потерянная ты чада. На ближайшее время дом ты себе нашел. Да сыровато, темновато, соседи не особо приветливые, но года через два ты начнешь по-настоящему любить эти стены. Даже на солнце выходить не захочешь. «Нет, мне нельзя здесь оставаться!» — пудал голос подвешенный птенец. «У меня бабушка слепая. Мне заботиться о ней надо. Она пропадет без меня!» «Ага!» — усмехнулся вице-командующий, державший в лапе графин с фруктовым киселем. Внезапно вспомнил про свою бабушку. «А бабушка твоя знает, что мазь живинку в лапы втираешь для одурения. Да-да, мысли до этой дряни на твоих обмотках нашли. Рекрид сконфуженно покачнулся. Очевидно, понимал, что фактом употребления запрещенных снадобий гордиться не стоит. Особенно теперь, когда из всей толпы охочих да испробовать живинку птенцов, ответственность снес он один. «Бабушка у него, значит. А ты о ней думал, когда в черные тряпки одевался? Ты о ней думал, когда летел в чужой дом громить?» «Нет», — пристыжно писнул юнец. «Вот. Ну, теперь у тебя много времени, чтобы об этом подумать», — сообщил Флоуик и на какое-то время умолк. Его аппетит охватило на несколько ложек салата и полграфина киселя, после чего он снова вызвал из коридора стражников. «Я тут не доел немного», — сказал он, указывая на наполовину полной тарелки. «Выкиньте куда-нибудь и передайте верх кому, если он на месте. Что я сейчас к нему поднимусь?» «Подождите, постойте!» — запротивлял Рекрид. «Я могу кое-что рассказать, но очень мало. Я почти ничего про других не знаю. У нас в группе никто про других не знает. Таковы правила». Флоуик жестом остановил подчиненных, а потом другим жестом велел юному Грифону продолжать. «Я лично знаю только троих в своей группе», — торопливо начал тот, чуть раскачиваясь и переводя взгляд с вице-командующего на тарелки и обратно. «Над нами есть надзирающий. У других групп свои надзирающие. И только они знают, кто и в каких группах. А они получают приказы от Вестника. Кто такой Вестник, никто не знает. Он записками приказы отдает». «Давай имя своего надзирающего», — потребовал Флоуик. «Риколад!» Вице-командующий почесал когтем верхнюю часть клюва. «Это Рефинера, сынок, по-моему», — сообщил он. «Рефинера я хорошо знаю». Что ж, придется к нему зайти и огорчить. Бедняга Рефинер думает, что его птенец высшее образование получает, а он уличные банды координирует. Флоуик повернулся к столу и отрезал небольшой кусочек пирога, положив его на лезвие ножа. Ладно, заслужил. Он скинул кусок в приоткрытый клюв юного Грифона, не особо заботясь о том, как тот в перевернутом состоянии будет глотать. «Разыщите в нижнем городе слепую старуху, у которой внука зовут Рекрет», — приказал Флоуик за дверями камеры, где пленник не мог его услышать. «Без каких-либо угроз вежливо приведите сюда. Возможно, ей внучок больше расскажет, чем мне. Далее. В дом Рефинера надо направить двойку. Пусть задержат его сына Риколда или выяснят, где он. Нужно отловить этих надзирающих и вычислить, кто такой этот вестник, что заправляет свободным полетом. Во что бы то ни стало, это дело государственной важности». Флоуик подождал, пока каждый из присутствующих ответит уставным так точно и будет исполнено. В итоге рядом с ним остались только двое грифонов, провинившихся минувшим вечером. Вице-командующий узнал их лишь после небольшого раздумья. «А, вы двое. Любители живинки». Флоуик толкнул дверь незанятой камеры слева от себя. «Вам сюда. Пока меня отвлекают дела поважнее, вы мухи навозные! Обживаете эти роскошные апартаменты! Потом я придумаю, какое жестокое наказание к вам применить». Вице-командующий лично проследил, чтобы виновные бойцы оставили оружие и обмундирование и вошли в холодную камеру, не одетые и с пустыми лапами, после чего также лично задвинул засов на двери и закрыл окошко, предназначенное для наблюдения за арестованными. «Этих болванов завтра утром выпустишь». Тихо наказал он Грифону, смотрящему за камерами. Тот молча кивнул. Редфилд предположил, что ему несказанно повезло. Главный редактор всего в республике заглянул на полчаса в свой офис ровно в то же самое время, когда секретарь посольства попросил о встрече. И теперь единорог любовался на странное сочетание деревянных стен и каменного камина с выходившей на крышу трубой. Наличие камина отличало офис главного редактора от прочих помещений издательства. Складывалось впечатление, что Нитпик на собственные средства построил себе мансарду из редкого в столице дерева, пожелав сделать ее всепогодно удобной. Вставил двойные окна от сквозняков, завел камин для обогрева и дополнительную форточку на случай жары. Посреди этой идеальной с точки зрения комфорта комнаты стоял палисандровый стол, который впечатлял природной текстурой дерева, подчеркнутой почти бесцветным лаком. На стенах, полках и столе было расставлено много позолоченных вещей, но самую важную для себя вещь Нитпик еще и подсветил тремя лампами. Впрочем, свет был необходим ибо вещью этой являлась печатная машинка, которой Грифон уже не один раз успел похвастаться. Даже при первом визите Редфилда в офис он назвал устройство своей рабочей лошадкой и несколько раз потом извинялся, решив, что оскорбил неосторожной метафорой весь эквестрийский народ. «Доброе утро, Редфилд! Слушаю вас!» сказал Нитпик, изучая на просвет красную катушку с ленты для машинки, которую держал в когтях. Посол Инцитат передает сообщение. «От принцессы Селестии. Это официальное коммуникей эквестрийской стороны по вчерашнему происшествию. Если это все, то оставьте, я его вставлю в завтрашний выпуск «Крылья вправды». Грифон перевернул катушку с лентой и принялся крепить ее в недрах машинки. Редфилд внимательно следил за манипуляциями богача, не отказывающего себе ни в каких удовольствиях, но в рабочих вопросах бывшего на редкость прижимистого. Серый единорог порылся в дорожной сумке, в которой кроме заветного послания лежали все тут же испорченный томик про Дерин Ду. Нитпик нацепил на клюв небольшие очки и пробежал взглядом по строчкам протянутого Редфилдом листка. «М-да, хорошо, я это опубликую», ответил Грифон и положил листок слева от печатной машинки, после чего протянул лапу к едва не рассыпающейся стопке конвертов, жаждавших его внимания. Инцитат особо настаивал, чтобы я с вас взял обещание. Прямо глядя в глаза замерзшего с вытянутой лапы главного редактора, произнес Редфилд, что вы ни слова не поменяете в этом сообщении. Солидный Грифон вздохнул, вновь взял листок и прочел текст еще раз. Несколько наклонов головы из стороны в сторону, как решил Редфилд, позволили ему взвесить возможные проблемы и последствия. «Обещаю, что я это опубликую дословно». Кинул по завершении раздумий нитпик и положил листок справа от машинки. Конверт с пометкой «Срочно» и его содержимое, оказавшееся каким-то ерундовым региональным извещением, в итоге полетели в камин с шуршанием, напомнив о скопившейся там груди макулатуры различной степени желтизны, изорванности и скомканности. В горке бумажных комков глаз единорога углядел нечто необычное, почти засыпанную, приготовленной к уничтожению бумагой, зеленую катушку с ленты для печатной машинки. «Хм, это что, у вас массовая ликвидация неудачных статей?» поинтересовался единорог. Нитпик шумно вздохнул. «А-а-а, это я в столе разбирался. Впервые за четыре года. От кучи ненужных вещей избавился. Спалить надо бы это все, пока я здесь». Нитпик с проворством, не сочетавшимся с его возрастом и шикарным костюмом, метнулся мимо гостя к дверям кабинета. Он предпочитал лично выглядывать и давать поручения грифине-секретарю. Так было проще выяснить, чем она в данный момент занята. Предыдущие пять секретарш лишились места за табличку «Отошла всего на пять минут». «Гизель, где у меня каминные спички?» спросил главный редактор. И несколько секунд наблюдал, как растерянно хлопает глазами грифина, вообще не подозревающая о существовании такого предмета. На всякий случай она стала искать что-то похожее на спички прямо перед собой, возле перекидного календаря. Суетливо-безмолвная пауза продолжалась, пока в кабинете за спиной Нитпика что-то не вспыхнуло и не раздался характерный треск огня. Грифон крутанулся на месте, чтобы увидеть, как языки пламени весело превращают отдельные комки бумаги в черное ничто. Наблюдавший за этим зрелищем Брэдфилд, повернул голову и улыбнулся. «Я же единорог. Огонь наколдовать секундное дело. Ой». Улыбка исчезла с его морды. «Эй, я не подумал. Вам, наверное, хотелось самому это сделать?» «Нет, я вам благодарен. Терпеть не могу возиться со спичками. Они длинные, они тонкие, ломаются у меня в когтях постоянно». Нитпик сообразил, что все еще стоит в дверях и на него все еще таращится молодая секретарша. Необходимо было занять ее делом, отдать хоть какое-то распоряжение. «Гизель, свяжись с Гарафером, поторопи его. Пусть принесет фотографии особняка Гардиана после пожара. Я их хочу посмотреть перед уходом». Нитпик вернулся к столу и принялся возвращать машинку в рабочее положение. Убедившись, что лента заправлена правильно, он поставил на место вал, выровнял каретку, затем заправил исписанный с одной стороны черновой листок и только после этого заметил, что гость, следящий за весело потрескивающим в камене пламенем, чего-то ждет. «А вам что ли инцит отвелял проследить путь листочка до завтрашней публикации?» Саркотично произнес Нитпик. «Нет». Не отрывая взгляда от огня, ответил Редфилд. «Я просто хотел поговорить с вами о вчерашних событиях. Когда мы чуть не сгорели, как вон те обрывки фотографий». О, это было бы печально. Республика потеряла бы своего лучшего публициста, а Эквестрия едва не лишилась главы государства и нескольких весьма недурственных служащих. Когти Грифона очертили пространство вокруг Редфилда, символизируя, что секретарь посольства включен в упомянутые несколько. «Есть сведения, что этот варварский поступок совершило движение свободный полет. Отвернувшись от камина, прямо посмотрел на Нитпик и единорог». «Да, я в курсе», ответил Грифон, последовательно нажимая клавиши и проверяя, насколько отчетливыми получаются символы. Про это уже верстается материал. «Завтра прочтете». «Третий разворот крыльев правды». «Ага», признательно кивнул Редфилд. «Не могли бы вы поделиться информацией, которая в этот материал не вошла». Ритмичное постукивание рычажков машинки прекратилось. Грифон приподнял очки, чтобы с подозрением взглянуть на гостя. «Я стараюсь ничего не скрывать от своих читателей. Все пойдет в газету». «Я не оспариваю вашу редакционную политику». «Моментально изменил подход серый единорог». «Просто любые конфиденциальные сведения посольству могли бы очень пригодиться в деле восстановления отношений между государствами. Если грифоны помогут привлечь к ответственности своих нашкодивших сородичей, Эквестрия и лично принцесса Селестия это учтут». Редфилд выжидающе смотрел в зеленые глаза редактора. В итоге миролюбивое выражение морда секретаря посольства победило принципы нитпика. Он прошелся когтями по рукаву шелкового камзола и произнес «Ну, тут простой борьбы уже мало будет, тут внутреннюю войну вести надо. С тех пор, как церковь лишили прав на воспитание молодежи, каждое следующее поколение все больше идет в разнос. В результате плохо понимающие границы между добром и злом родители не могут доказать детям ее наличие. Кроме того, многих выгоняют из семьи и заменяют найденышами. Вот грифоны и грифины в возрасте, когда их переполняет энергия, вместо работы и учебы учиняют безобразие. Старик Ферриер, при всем моем уважении к нему, не понимает сути происходящих событий, не способен решить проблему. И пылающий особняк возможно лишь начало». Нитпик вздрогнул от посетивших его невеселых мыслей и посмотрел на часы, монументальной башней, возвышавшейся в углу кабинета. Помимо напоминания о дневном расписании, часы также успокаивали грифона размеренным движением маятника, стилизованного под стебель цветка с бутоном. «Давайте так», предложил занятый грифон, «разговоры про свободный полет затянутся часа на два-три, а у меня времени на вас совсем нет, не обижайтесь, я загляну в посольство в начале следующей недели, обещаю. Занесу вам кое-какие справки, что собирал насчет свободного полета и личное мнение в довесок. Устроит? «Вполне», радостно ответил Редфилд, «Спасибо, что уделили время». На выходе единорог едва не столкнулся с грифоном корреспондентом, Гарафер принес фотографии на суд редактора. Редфилд не сомневался, что часть этого материала окончит свой путь еще в непотухшем камине. «Могу я попросить еще пару дней отпуска?» спросил у начальника Редфилд, едва тот ранним вечером переступил порог родного посольства. Инцитат посмотрел на единорога, словно тот вместо чая предложил ему дождевой воды. «У нас тот аврал, говоря языком военного времени», ответил Пегас, «а тебе лишь бы с места сорваться. Могу я узнать куда и чего ради?» «Все туда же?» «В Мейнхэттен». «К тестью!» «В Митии!» «Во-первых, верну послужившую нам копирку». «Во-вторых, поинтересуюсь еще одним изобретением. Мне понадобится для получения информации отсюда». Редфилд показал копыто, на котором лежала зеленая катушка с чернильной лентой. «Это откуда?» Первым делом поинтересовался Инцитат. «Из офиса Нитпика, из его камина. Он хотел сжечь практически новую ленту. Что меня сильно удивило, учитывая, что он каждую такую использует по пять раз, а потом еще и отдает секретарше. А тут такая расточительность. Я ее из камина вытащил, а потом сжег все остальное, что там было. Теперь полон желания узнать, что на ней отпечаталось. «Есть какой-то способ прочитать ленту? Я не в курсе». «Здесь я на ней ничего прочитать не смогу», охотно ответил Редфилд. «В Мети есть одна установка волнового излучения. Она изначально создана для определения плотности металлических лент. Находит малейшие дефекты в металле. Я вот что подумал. Лента для печати в принципе однородна. Слой везде равной толщины. Но там, где по нему ударили рычаги с литерами, слой теряет в толщине. Взяв фрагмент ленты и подав на него волну, я теоретически увижу, где какие буквы использовались. Прочитаю сообщение оставшееся на ленте, которую нитпик собирался сжечь. Будет ли нам от этого польза? Спросил инцитат, устраиваясь в кресле. Может, там любовные записочки, а ты на них время потратишь. Может, и любовные записочки, признал единорог. но чутье подсказывает, что этим делом стоит заняться. Инцитат посмотрел на портрет себя в молодости. Когда-то и он был рвущимся к правде юнцом, которого не останавливали ни расстояния, ни закрытые двери. Теперь тихо радовался, что нашел подручного, которого нельзя сравнить с домоседом-предшественником. И все же один вопрос не давал Пегасу покоя. А книгу кто расшифровать будет. Тоже важное дело. Частично я уже моментально ответил всеуспевающий секретарь. Первые страницы расшифровал. Остальное после возвращения доделаю. Кстати, я почти сразу нашел нечто очень интересное. Единорог подал начальнику копию тетради Геира со своими пометками. Вот. Везде встречаются нормальные имена. А здесь какие-то клички. Ворон, клирик, вестник. Причем последний особенно интересен. Чем же? А смотрите, что для него привезли с последней партии контрабанды. Строительный известняк, желтую соль земли, древесную смолу. Я видел опыты с этими веществами в Стейлбридже. Если смешать и закупорить, знаете, что получится? Взрывающийся горючий снаряд, ответил Редфилд, после того, как Пегас отрицательно мотнул головой. То есть этот вестник связан со свободным полетом. И они заранее все это готовили. Схватился копытами за голову эклистрийский посол. Есть еще двое зашифрованных, которые, я уверен, тоже замешаны. Так я пойду собирать вещи в дорогу? Спросил Редфилд. Да, конечно. Махнул копытом инцитат, откидываясь на спинку кресла. Только возвращайся скорее. Как видишь, я тут сижу в клубке гремучих змей, каждая из которых способна серьезно отравить жизнь всей эквестрии. Редфилд скрылся за дверью, оставив начальника наедине с его портретом и мыслями. Инцитат рассеянно сосчитал ступеньки, по которым единорог поднялся на второй этаж, после чего полез во внутренний карман пиджака. Достал золотую монету в один бит со стилизованным профилем принцесса Селестии. Эта монета была в конверте вместе с письмом, но при секретаре посол вытаскивать ее не стал, потому что излишне любопытный и рассудительный помощник должен был оставаться в неведении относительно определенных вещей. Инцитат взял с письменного стола ножек и принялся осторожно водить им по ребру монеты. Отточенное лезвие нашло маленькую трещину и Пегас осторожно с точно рассчитанным усилием надавил на нож. Он медленно вращал монету, продолжая прижимать лезвие к ее ребру, и в итоге она распалась на две половинки, между которыми скрывалась бумажка. Крохотный клочок с единственным символом, не менее крохотным треугольником. В кабинете посла было много необычных вещей, привлекавших внимание посетителей. Один из них был стоящий на книжной полке большой микроскоп. Инцитат любил всем рассказывать, как получил его в подарок от одного щедрого пони, понятия не имевшего, чем занимаются посольские работники. На деле микроскоп был очень даже необходим. Пегас перенес его на стол и сунул бумажку под объектив. Только при стократном увеличении можно было рассмотреть, что стороны синего треугольника не являются сплошными линиями, а представляют собой ряды букв, складывающиеся в очередное послание. Чтобы его составить, принцесса использовала нормальный лист бумаги, особые чернила и многократно применила уменьшающее заклинание. Так-с, прошептал посол, когда ознакомился с содержимым всех сторон треугольника. А вот это уже серьезно. Дома, нависающие над морем в юго-западной части острова, считались аварийными из-за огромной трещины, которая прочертила каменное основание Исфилда. Обитатели, чудесным образом держащихся на месте построек, городская управа эвакуировала в кварталы с северной части столицы, переселив в дополнительно отстроенные этажи. Могла и не переселять, да и не собиралась, в общем-то, но верховный командующий ферриер, когда ему сообщили о печальном состоянии кварталов, настучал паре бюрократов по клеву и в администрации засуетились. Приняли решение, что восстановление скального основания частично разрушенного, нецелеобразно, а дюжина домов со дня на день обречена сгинуть в море. Прогноз аварийное жилье выполняло неспешно, а за пять лет в пустовавших домах лишь перекосило дверные и оконные проемы. Из прямоугольников они превратились в трапеции. Среди грифонов имелось немалое число смельчаков, готовых жить и в таких домах, вся колодящим в гнездах под открытым небом. Но юго-западную часть города они облетали стороной. Гнали их оттуда не конкуренты, не городское управо и даже не военные силы республики. А личности несколько более опасные, использовавшие естественные трещины скал и сделанные когтями ниши для хранения контрабанды и средств вырученных от ее продажи. Народ знал, что гости из частично разрушенных домов целыми и невредимыми уходят редко. Бандиты напротив, зная все проломы в стенах и подковообразные туннели при необходимости могли покинуть квартал свободно и быстро. И все же в перекошенные здания изредка наведывались особые гости, одинокие летуны, мало походившие на бездомных исфилдцев. Они слетались с разных направлений и обустроившись в боковой комнате одного из строений, где никто не смог бы увидеть свет от пары лампад, определяли будущее республики. Четверо называли себя воин, клирик, вестник и вор. Хотя последнему, которому по жизни и так хватало кличек, традиция не нравилась, и он следовал ей лишь в бухгалтерских записях, а сообщников прекрасно знал по именам. Но остальные считали идею с кодовыми именами хорошей, пусть и позаимствованной от недостатка фантазии, непосредственно из настольной игры. За этой игрой четверка проводила минуты и часы. Каждый брал себе соответствующую фигурку с определенным числом очков здоровья, навыка и денег и начинал двигать ее по лежавшему на столе серпантину из белых прямоугольников. Гарифоны кидали кубики, перемещали персонажей по клеткам, проигрывали, выигрывали и вели постоянные беседы. Итак, определим, насколько успешным оказался дебют прирученных птенцов. Предложил тему вор, которому по результатам пробных бросков кубики велели отправляться в путь последним. Встрепенулся вестник, чья фигура с письмом в клюве успела сдвинуться на две клетки и, попав в область непроглядной тьмы, раскошелилась на факел. Переговоры с Эквестрией сорваны. Верховный командующий Ферриер сегодня на совет не явился. Обсуждали дипломатию без него. Я навел справки. Выяснил, что у Ферриера серьезные проблемы с головой. После вчерашнего пожара он возомнил себя юным солдатом времен Песчаного легиона и просветлений пока не наблюдается. Так что очень скоро, опираясь на законы республики, можно будет потребовать отправить верховного командующего в отставку ввиду недееспособности. И еще, к слову, усадьба претара гардиана серьезно пострадала. И он теперь из столицы переедет к себе в округ. Меньше будет влиять на дела в Исфилде. Город в шоке и не понимает, что произошло. Из завтрашнего выпуска Крыльев Правды горожане узнают много нового. Пара кубиков тихо стукнулась о столешницу. Фигурка воина, прижимавшего к себе меч с ромбовидным лезвием обогнал овестника на четыре клетки. Кого-то из птенцов поймали, как я слышал, спросил Грифон, игравший за воина. Мда, поморщился собеседник, надзирающий за группой доложил, что одного бойца недосчитались. И Флоуик, судя по всему, взял след. Начались обыски, допросы. Фигура ради удачного броска, закатавшая рукава белого балахона, сделала в сторону вестника успокаивающий жест. Церковь надежно укроет птенцов. Вице-командующий до них не доберется. Кубик показали три точки и цифру семь. Игрушечный клирик, вырезанный из дерева с такой детальностью, что можно было различить все символы веры, прошел на три клетки вперед и вытащил карточку с седьмым номером на рубашке. Карточка сулила обогащение на сорок перьев, если первый кубик упадет на единицу. Но клирик, так и не увидев за три попытки нужную грань кубика, вернул карточку стопку. Двойки грифонов снует даже в тоннелях под Иссилдом, что отнюдь не прибавляет мне радости, сообщил вор, крутивший в когтях свою фигурку. Она была самой новой и самой блестящей. Предыдущий экземпляр из игрового набора потерялся. Поэтому ему пришлось заказать у игрушечных дел мастера нового вора. Если Флоэк заменит Ферриера на должности, он вообще из-под контроля выйдет. Никто ему будет не указ. К счастью, Флоэк не успеет насладиться своими властными полномочиями. Наблюдавший за большим игральным кубиком вор умолчал, что волнуется совсем не забезбашенных птенцов-налетчиков. Обыск и нижних гротов грозили ему потерей пары складов с дорогостоящими товарами, которые, естественно, были избавлены от такого времени, как прохождение таможни и налогообложения. Через два часа соберется закрытый трибунал командиров округов, доложил воин, злорадно наблюдая, как соперник не готовый к указанному в карточке противостоянию теряет половину игрового здоровья. «Я обеспечил максимальный сбор, но без гардиана и прочих принципиально честных личностей против Флоэка выдвинут обвинения в государственной измене за организацию и поддержку свободного полета. Обвинения за подписью Ферриера, конечно». «Ох, и здоровский материал получится», пробормотал вестник, который искренне переживал, что новости о состоявшемся совете «Отставки одного и арести второго градоначальника для читателей опоздают на день другой». «Как интересно», позволил себе замечание клирик. «Только что я слышал, что верховный командующий не в состоянии вести государственные дела». «Чтобы обеспечить его подпись, его лапа не нужна», пояснил воин. «Я позавчера также приказ второму песчаному легиону составил от имени Ферриера с печатью центрального штаба». Ответ пришел «Нет еще, курьерская служба работает медленно, но это песчаный легион, самое дисциплинированное воинское подразделение. Легион вернется, и мы возьмем его под контроль». Вор смирил воина неодобрительным взглядом. По мнению устроителя настольных забав, тот не уделял должного внимания воинскому подразделению, которое очень сильно могло повлиять на планы четверки. Но высказаться по этому поводу не успел. Снова настала его очередь двигать фигурку. Когда вор и его деревянный прообраз двумя удачными бросками кубика совладали с выпавшей на их долю стихией, первый напрочь забыл, что именно хотел сказать, потому сменил тему. «Мои ребята влезли сегодня в кабинет Флоэка и в его казенную квартиру». Сообщил он воину, прикидывающему, какую из пути на развилке выбрать. «Оставили там кое-что». Флоэк согласится, чтобы у него провели обыск по требованию трибунала. «Он считает, что скрывать ему нечего. Значит, запоминай». В средний ящик стола положили трафарет, с которым птенцы оставляли записки на булыжниках. В учебнике по ближнему бою между страницами несколько приказов, «В квартире Флоэка в платяном шкафу я гарантирую найдется несколько неношенных комплектов черной одежды». Игравший фигуркой служители церкви Рейфон по результатам предыдущего хода пропускал текущий. Следя за беседой, он в то же время осматривал комнату, выискивая признаки того, что море готовится принять себе место их встреч. Четверо игроков украсили тайное логово, стащив для него вещи, списанные как мусор, но мусором отнюдь не выглядевшие. Погнутый золотой подсвечник, пострадавший от моли ковер с символом великого неба, содержащий опечатку календарь на дорогой глянцевой бумаге, тумбочка из редкой континентальной породы дерева с половиной дверцы. Все это собиралось с конкретной целью создать уют и конкретным расчетом, бросить не жалея, если домик окончательно решит обрушиться в море. Если добавить к этому поведение вице-командующего на приеме, а именно его непочтительность в разговоре с ее высочеством, сказал клирик, то бедняге просто не отвертеться. Еще его интервью в крыльях правды вспомните, предложил вестник. Он там чуть ли не с гордостью про свободный полет рассказывал. Ну, во всяком случае, так фразы скомпонованы. Воин кивнул и принялся что-то подсчитывать на когтях. Даже если до ареста не дойдет, трибунал обязательно снимет Флоэка с должности для проведения расследования. На место вице-кома я предложу свою кандидатуру, а мои средства обеспечат поддержку твоей кандидатуры. Уверенный тон вора не оставлял сомнений, нужное количество отнюдь не игрового золота, упаковано по мешкам и распределено по адресатам едва ли не с прошлой недели. В вопросах финансирования интересов четверки не существовало грифона организовывнее, чем тот, что однозначно проигрывал нынешний раунд настольной забавы. На юго-западе претером станет Глоринг, продолжал доклад воин, для наглядности загибая когти. И тогда перевес совете будет у нас. Минимум четыре к трём при голосовании за инициативу КУС. Вестник, зябко кутавшийся в камзол с меховым воротом, имел собственные когти и собственные расчёты с их загибанием, о чём не заметил сообщить. Ты упускаешь из виду, что на юге и юго-востоке засели друзья Флоуэка. Когда мы его сместим с поста, представители этих регионов не обрадуются и, скорее всего, перебегут в лагерь другого воителя, у которого есть авторитет — Гардиана. А поскольку северные провинции и так признают его влияние, это будет два к пяти не в нашу пользу. Вор, без особых надежд, бросивший кубик, плюнул на каменный пол, выразив как раздражение неудачей — его игровое воплощение сдвинулось всего на одну клетку вперед, так и свое отношение к собеседникам. «Мы уже упустили одну возможность дискредитировать совет и создать куз во время кризиса с ураганными островами», — недовольным тоном напомнил он. «И хорошо, что упустили», — незамедлительно откликнулся клирик. «Война с Эквестрией стала бы огромной ошибкой». «Поэтому мы и предложили все усилия, чтобы утихомерить общество, позволили инцитату одержать дипломатическую победу», — говоривший Грифон поднял взгляд и заметил ироничные усмешки собеседников. «Вы очень зря недооцениваете Эквестрийского посла. Его одного бояться надо не меньше, чем всего Песчаного легиона». Невезучий вор, фигурке которого осталось богатство на пару ходов, покрутил в лапе двадцатигранный кубик с цифрами и передал его Грифону слева, гревшему желанием первым добраться до края игровой доски, а сам продолжил рассуждать вслух. «Идти к войне смысла нет. К счастью, вместо этого можно использовать армию юных монстров, не способных отличить хорошее от плохого. Используйте их, чтобы весь город взвыл, а совет признался в своем бессилии. Тогда никакой Гардиан ничего остановить не сможет, и мы подтолкнем республику государственным реформам. Инициатива КУС должна быть реализована, пока обстоятельства не изменились. То есть юные дарования из свободного полета должны почаще демонстрировать свои таланты», уточнил Грифон в Балахоне, фигурке которому повезло разминуться с клеткой, отбрасывающей к самому старту. Да, народ нервничает, а должен быть в панике. Надо заставить его отказаться от старого мышления, навязать новое, убедить в бесполезности совета, убедить в необходимости КУСа, пора вбить в каждую голову, что ничего хорошего Грифоны от нынешних политиков не дождутся. Но если выступит в поддержку Комитета Управления и Стабилизации ля-ля-ля, дальше сами придумаете. Нептенчики малые, махнул лапой вор. Нептенчики малые какое-то время сидели задумчиво, постукивая когтями по подлокотникам кресел, после чего вернулись к приключениям деревянных фигурок в сплетении белых разлинованных путей. Посол инцитат едва не отправил тяжелый бронзовый канделябр в сторону разбудившего его гвардейца. Но тот замаха не испугался, значит, дело заслуживало подъема с кровати. Заспанный пегас прямо в ночной рубахе с узором из морских волн спустился на первый этаж в приемную посольство. Там его ожидал грифон с полосами желтых перьев на груди, без синей фуражки, без мундира, без прочих военных знаков отличия, крайне смущенный и растрепанный и постоянно косящийся на закрытую дверь. «Вице-командующий!» Подавив зевок, поприветствовал неожиданного гостя инцитат. «Полдня, как не виделись. Что-то со времени последнего совета случилось». «Случилось», эхом откликнулся грифон, и опять принялся прислушиваться, что происходит в спящем городе, а конкретно за дверью посольства. «Поведать не желаете?» Посол жестом пригласил Флоика в комнату, где полагалось быть гостям. Грифон, не спеша с ответом, торопливо принял приглашение и устроился на диване, заняв его практически полностью. Его коготь указал на шторы. «Закройте, пожалуйста». Перед тем, как лишить себя вида ночного города, инцитат подал охранникам условный сигнал. Те отправились запирать двери на все замки и опускать все ставни. До отдельного распоряжения инцитата посольство переходило на осадное положение. «Чаю, может быть, для разговорчивости?» спросил Пегас у нервно потирающего передние лапы Грифона. «Чего-то покрепче, если можно», ответил Флоик. «Последние два дня такие, что врагу не пожелаешь. Я теперь уже и не вице-командующий. И вообще ничем не командующий. Я изменник предателей республики. Меня арестовать хотели минут двадцать назад!» «Да что вы говорите?» с подчернутым изумлением произнес инцитат, отпирая винный шкафчик. «Представьте, собрался закрытый трибунал военных командиров округов. продолжал Флоик, жадно наблюдая, как посол откупыривает бутылку и ставит на стол фужер тонкого стекла. Меня мало того, что не позвали, так еще и прямо осудили, не дав даже возможности говорить в свою защиту. На основании бумаги за подписью Ферриера, которую он никогда бы не подписал, я знаю. Потом в моем кабинете, в моем присутствии нашли вещи, которых там раньше не было, и мне сообщили, что это я создал свободный полет и руковожу его безобразиями. Грифон фактически выхватил фужер с вином и залпом осушил его, потребовал еще один. Повезло, что деятели эти трибунальные мой арест поручили моим же подчиненным, которые не такие тупые и коварные. Рядовые бойцы, которых я не первый год наставляю, прекрасно знают, что я скорее сердце себе вырежу, чем начну поддерживать что-то вроде свободного полета. В общем, двойка, которая меня конвоировала, соизволила отвернуться, чтобы я на них якобы напал и сбежал из-под ареста. Командующий Ферриер может как-то на все повлиять. Мой наставник не может повлиять даже на ремень от собственной сабли. Я навестил его сегодня и сообщу вам. Верховный командующий нездоров. Очень, если не сказать совсем. Он не узнает супругу, не узнает меня, бормочет что-то поход в Майеританию и военные сборы. Врачи говорят, что память старика из-за стресса скакнула несколько десятков лет в прошлое, но тело-то моложе не стало, и Ферриер даже пуговицы на мундире застегнуть не в состоянии. Просто кошмар. Очевидно, что он никаких документов против меня не подписывал и подписать не мог физически, верхком не в своем уме. И потому можно не ждать от него заявления, что подпись на документах фальшивая. Инцитат продолжал понимающий кивать лежащему на диване гостю. Хотя понимания в голове у посла оставалось все меньше. В столице республики, по мнению Пегаса, разлилось настоящее гнилое болото из корыстных интересов, в котором непонятно было, где опора, а где трясина. Эх, надо будет ту двойку к награде представить, когда все в норму вернется. Напомнил себе Флоуэк, повторно избавляя фужер от содержимого. Мать перемать, какая в подхвосте норма! Ферриер невменяем. Меня обвиняют в сговоре с этими паскудами, которых я вполне возможно отловил бы к концу недели. Город без начальства, армия без командующих, центральный округ без управления. В совете теперь будет твориться непонятно что, а я... Докатился я, вздохнул Флоуэк, прячусь у копытных. Пегас молча передал опальному военачальнику всю бутылку рокриджского игристого вина, а сам подошел к окну. Чуть отогнув край занавески, убедился, что на данный момент никакая армия на штурм здания не идет. Согласно двухстороннему договору, сказал инцитат, продолжая изучать темные улицы. Территория посольства является территорией Квестрии. Значит, вас отсюда с силой забрать не смогут, так как это равносильно военному вторжению в пределы соседнего государства. Хотя я не уверен, что это их остановит. Кого их? Посол повернулся к Грифону с выражением, в котором сочетались тревога и решимость. Тревожился инцитат за жизнь сотрудников посольства, в частности одного непоседливого секретаря, еще не знавшего о произошедших в республике переменах. А решимость у него имелась, потому что все эти жизни более чем уравновешивались благополучием Эквестрии. У него под крылом еще имелись козыри для шедшего республики политической игры. Тех их, которые на самом деле создали свободный полет. Тех их, которые решили одним ударом разделаться с принцессой Селестией, вашим наставникам и лично вами. Тех их, которым выгоден беспорядок и раскол в стране. Тех их, которых мы с вами непременно выведем на чистую воду. в стране. Спасибо. 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 Продолжение следует...